Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Общий астрологический прогноз январь 2023 года. 3 января Венера переходит в знак Зодиака Водолей. Это ваш 11 дом. Венера в Водолее будет до 27 января. Январь – это время осуществлять многие ваши мечты. У кого-то много взаимодействия с чужими детьми, с детскими коллективами, с внуками и внучками. Также по 11 дому идет взаимодействие с детками из детдомов, узнавление, удочерение, просто альтруизм. Вы, может быть, единоразово в этом месяце впервые, например, сходите в какое-то детское учреждение, чтобы осуществить какую-то благотворительную акцию, благотворительный концерт, например, если вы деятель искусства. И так далее, и так далее. Здесь можно приводить много примеров, что связано с детьми. 11 дом – это дом коллективов, которые нацелены на объединение, на глобализацию. 11 дом – это дом интернета, сетей, соцсетей, мессенджеров и всего остального. Если вы ищете любовь, то Венера в доме соцсетей вам прямо намекает. Это сайты знакомств, это приложение для знакомств. Это вообще, может быть, случайно вы познакомитесь с кем-то даже в интернете, например, в комментариях у меня под этим видео. Поэтому, если вы ищете любовь, пишите, оставляйте комментарии, а вдруг кто-то увидит этот комментарий и так вы познакомитесь. Все может быть, почему и нет. 11 дом – это дом чудо и чудес. Это дом третьего брака. Альтернативных отношений, ЛГБТ-сообщества тоже идут по 11 дому. Кто кому за 40, кто с большой разницей в возрасте 11 лет плюс-минус. Это все здесь. То есть здесь идут все необычные, нестандартные отношения, не то, что называется, не традиционные, не патриархальные и даже не матриархальные, гостевые браки, гражданские браки, когда не постоянно вместе, отношения только лишь онлайн, только лишь на расстоянии. То есть платоническая любовь – это тоже любовь по 11 дому. Любовь, к которой нужны крылья. То есть вы так далеко от любимого человека, что только долететь можно, и душа постоянно рвется, постоянно хочет к нему полететь. 11 дом – это дом астрологов, астрологии, космоса. Если вы хотите обратиться к астрологу за своим любым личным гороскопом, можете выбрать меня в качестве своего астропсихолога. Я буду вам благодарна. Мой номер телефона сейчас вы видите на своем экране – вайбер, ватсап, телеграм. Любой из мессенджеров. Выбирайте, где вам удобнее, и пишите мне. Вы можете сказать «любой гороскоп», если вы не знаете, какой конкретно вам нужен гороскоп. Просто обращайтесь, говорите мне, я хочу знать будущее на такой период, либо по такому вопросу, вопросы. Сам меня беспокоит это. Также, конечно, я составляю натальную карту рождения. Это, в общем, ваше описание вашей личности и вашего бытия, жития, вашего потенциала, который вам дан от рождения. То есть, грубо говоря, прогноз на всю вашу жизнь. Любой вопрос, связанный с вашим внутренним миром и внешним миром может быть решен астропсихологом. То есть, и внутренняя проблема, даже непроявленная, и внешняя проблема, которой кажется, ну, кто здесь может помочь? Ну, наверное, точно не астролог, а как раз-таки астролог и может помочь. То есть, абсолютно любой вопрос, совершенно любой вопрос. Следующий транзит. Наверное, давайте перейдем, хотя, конечно, про Венеру в 11-м доме я могла бы говорить очень долго. Там много чего идет. То есть, и работа в интернете, например, свой бьюти-блог, идеально, Венера в 11-м доме. То есть, все, что связано с красотой, с любовью продвигать в интернете. Ну, ходить, спорт тоже идет по 11-му дому, спортивные клубы, спортивные танцы, быстрые гоночные автомобили тоже тут. Здесь много-много чего. Давайте все-таки перейдем к другому дому, потому что, можно сказать, бесконечно. Следующее событие – это 7 января. 7 января в час 07 ночи по Киеву, то есть в Рождественскую ночь, можно сказать, между 6 и 7 января, ночь перед Рождеством – полнолуние. Какое совпадение! То есть, ночь перед Рождеством – это такое время, когда все черти выходят на улицу, поэтому людям тоже нужно переодеваться в чертей, чтобы подумали, ну ладно, свои не будем трогать. И еще и полнолуние. Полнолуние тоже всегда, знаете, идеальное время для шабашей. Ну, я не знаю, как бы что тут говорить, честно говоря. Ночь перед Рождеством будет реально такой. Ночью борьбы, света и тьмы. Что здесь важно понять? Что? Тот человек, который кажется вам демоном, может быть ангелом. Запомните это, а лучше запишите. Проверяйте, что под личиной, что под маской. Полнолуние сорвет маски. То есть и вам нужно так поступать. То есть вы не оцениваете человека по обложке, а смотрите, что у него в душе. Даже если он надел какую-то страшную, просто очень страшную морду с свиным пяточком. Проверьте, может быть, это его защитная реакция. Может быть, в душе он тонкая, маленькая, ранимая девочка, которой нужен папа и мама. Поэтому она решила прикинуться чертом, чтобы на всякий случай никто не трогал. Ведьмой, да, притвориться. Если же вам нужно защищаться, и вы думаете, какую мне стратегию выбрать защиты, выбирайте то, что я только что озвучила. Притворитесь ведьмой, чтобы вас все боялись. Возьмите метлу. Отгоните всех метлой. Выметите всех. Кстати, полнолуние – это прекрасное время для очистительных любых процедур. А в вашем случае полнолуние, которое в четвертом доме, ну это просто, ну, что называется, что доктор прописал. Доктор вам прописал, уберите, пожалуйста, в хате до Рождества. Потому что полнолуние у вас в четвертом доме – это дом непосредственно дома, места жительства, то есть вот физического дома. Полнолуние – выметайте все плохое из дома, чтобы дом был как белая, чистая, полная луна, чистенький, почти что даже стерильненький, беленький, чистенький, новенький. Вот как будто бы только что проведенный ремонт, причем в белом стиле, да, в таком вот все белое, все ангельское, все чистенькое. Полнолуние в четвертом доме может дать вам переезд или уезд, опустошение квартиры, то есть ваша квартира, дом может опустить по какой-то причине. Может быть, вы поедете в гости, например, вы едете в гости вот здесь вот Новый год, Рождество, поехали в гости, поэтому дома никого нет. Полнолуние – это всегда, когда одна половинка луны белая, а вторая черная, поэтому в вашем доме либо везде будет свет гореть и чистенько будет все сиять просто как солнышком, как новая копеечка. Или наоборот, темно, никого нет, все уехали. Разная ситуация может быть. Для кого-то это проиграется, как вы переехали куда-то в гости, поехали, не навсегда. Или к вам кто-то приехал. Очень разная может быть история. В любом случае такое полнолуние в знаке зодиака рак, оно по-любому проиграется относительно местожительства вообще у всех, для всех людей, для всего земного шара. Рак – это родина. Поэтому где бы вы сейчас ни жили, в какой бы вы сейчас стране ни были, что касается вашей родины, здесь какое-то важное событие. Здесь какое-то важное решение. Определение, высветление, обозначение. Время, конечно, вот Рождество, православное Рождество очень мистическое. Потому что кроме того, что полная луна мистическая ночь перед Рождеством, ночь в Рождество, скажем так, у нас еще 8 января и лилит, демоница, демон, ангел искушения, иногда ее также дьяволом называют, королева демонов, она тоже меняет знак. Она не так часто меняет знак, раз в 9 месяцев. И она переходит в жгучий, а с нею будет еще даже, можно сказать, жутковатый, знак зодиака лев. Лев – это и так безумная страсть. А лилит во льве, ну это просто яростная, разъяренная, разъярившаяся страсть. То есть вот такая себе фурия, действительно, лилит в знаке зодиака лев. Лев похожий на такой вот с крыльями, полусфинкс, полу, не знаю, кого перевести в пример. То есть это человек с головой льва, и одновременно это и женщина, и крылья. Это очень-очень такой вот, напоминает, конечно, тетраморф вся эта история. Но тетраморф такой темненький, в темных тонах. А 8 января, тоже восьмерка, знак бесконечности, 8 – это цифра льва. Я думаю, что для многих из вас 7-е, 8-е будут очень страстными днями, потому что лев ни много ни мало, еще и ваш пятый дом – дом страсти. То есть 4-й дом – это как будто вот 4 стены дома. То есть полнолуние у вас символически, смотрите, видите его, как 4 стены, как ваш дом. Вот он дом, пустой, белый, новый, никого там нет, может быть. А следующий день, когда лилит во льве, это о том, что какой-то очень симпатичный, искушающий вашу жизнь человек, может быть, это вы сами, соблазнительница, приходит в этот дом и разведи огонь среди белого дня. Разведи огонь, если выбираешь меня или как-то там. То есть вы приходите в этот дом, там белый чистый камин, ни разу не было там еще поджига никакого этого камина. И вот вы чирк, вы же овен, вы в принципе овны, это вот этот чирк спичкой, когда спичка зажигается. А лев – это как раз-таки горящий уже домашний очаг. От того чирка, который вы сделали. Хочу даже спички достать, чтобы вам это прозвучить, это движение. То есть получается, что вы тот самый соблазнитель, тот самый огонь, который заходит в чистое белое помещение, собственно говоря, ангельское, и говорит, что-то здесь скучно. Давайте-ка разожжем огонь. Так как лилита – это дьяволиция, еще дьявольский такой, давайте разожжем здесь страсть. Очень хорошо проиграется для тех, у кого новоселье с любимым человеком. Пятый дом – это дом любви, романтики, интимных отношений, медового месяца, зачатия. Поэтому вот обещала вам звук спички, довольно-таки приятный, надеюсь, будет. Вы разжигаете. Видите, не с первого раза. У кого с третьего раза? Кто-то, может быть, долго пытался создать семью, либо зачать ребенка, и не получалось. Вот январь, полнолуние, разгар, всегда накал эмоций, накал страстей. К сожалению, по тому, что лилит во льве, в вашем пятом доме, здесь я должна вам сказать, что возможны и связи, конечно, на стороне. Лилит – это ангел искушения. Поэтому искушения у вас реально могут быть по теме любви, по теме связей на стороне. Ещё раз подчеркну, что полнолуние – всегда двоякая ситуация. И лилит – это либо талант, либо искушение. То есть вы либо талантливый, возлюбленный для одного человека, которого вы любите, либо вы с перегибом решили проявить свои таланты уже на других людях. Полнолуние всегда двоякая. Здесь никогда нельзя сказать однозначно. Новолуние однозначно. То есть по новолунию в четвертом доме – это въезжает человек в новый дом. А по полнолунию в четвертом доме – это либо выезжает, либо въезжает. Это очень разная история, очень неоднозначная история. Лилит во льве будет следующие 9 месяцев. Поэтому про беременность здесь очень идёт. И очень, и очень. Изначально, если ребёнка у кого-то может произойти дома, в квартире вашей, в новом доме, в новоселье. Если у вас сейчас дети, у вас тема детей, то есть у вас уже есть дети, и вы уже не собираетесь детей иметь, то здесь много взаимодействий с ними, если они уже взрослые, и каких-то интересных, может быть, проектов даже с детьми. Так, много рассказываю, стараюсь вам всё рассказать, и давайте пойдём дальше. Можно бесконечно говорить. Вообще, я обожаю астрологию. Я вообще, в принципе, могу про мельчайшую деталь очень долго рассказывать, поэтому поторапливайте меня, так как будто я вас слышу. Ну хорошо, 12 января. 12 января в 22.55 по Киеву Марс становится директным. Наконец-то он был с 30 октября в ретро, то есть долго очень был, с 30 октября 22-го. И вот только 12 января 23-го, наконец-то Марс разворачивается в директное движение в третьем доме, а дороги открываются, но ещё не путешествуйте никуда. Далеко надолго, потому что у нас ещё и ретро-Меркурий, и ретро-Уран. Марс — это как бы первый, если представить, что вам нужно ехать по дороге, у вас три шлагбаума впереди. Вот первый шлагбаум поднимается, это 12 января 23-го года. Открываются дороги, если вам нужно оформлять документы, получать паспорта, заключать какие-то трудовые договора, замуж выходить, может быть, вы решили, либо вы оформляете документы на квартиру, переоформляете, может быть, вы что-то ещё такое придумали интересненькое, связанное с документами, с перемещением, с бумагами, с ключами, с карточками. То всё это делаете после 18 января. С 12-го по 18-е вы можете уже прописывать планы, что, когда, почему, зачем. Можете, например, уже подыскивать юриста, либо финансового консультанта. Но лучше, конечно, подождать уже, когда и Меркурий развернётся в директном движении. То есть Марс-то развернётся 12-го, но лучше давайте подождём ещё и Меркурия. Меркурий 18 января разворачивается в директное движение в знаке того, как Козерог, это ваш 10-й дом. Если мы будем сочетать 3-й и 10-й дом, то, возможно, вам нужно сделать документы, связанные с работой, деловой контракт рабочий, какая-то сделка с клиентом, бумаги, связанные с выездом за границу в связи с работой, документы о повышении квалификации. Может быть, у вас новая трудовая книжка, либо медицинская книжка, какие-то ещё документы, всё, что связано с работой, грамоты, какие-то выписки, что это может быть. Может быть, вы готовите документы на оформление пенсии, зарплату хотите попросить повыше, подсчитываете, получаете корочки, складываете, ищите какие-то варианты ещё подработать, подзаработать, считаете, пересчитываете. То есть вот это всё, что связано у вас с работой, с деньгами, с думами о том, как бы вам зарабатывать больше, с идеями о повышении квалификации, о повышении зарплаты, это всё уже после 18 января лучше делать. 20 января у нас солнце меняет знак и переходит в ваш 11-й дом. То есть Венера, заметьте, в самом начале месяца уже в вашем 11-м доме, о чём я говорила в самом начале видео. 3 января Венера в 11-м доме, а солнышко только 20-го. На следующий день, 21-го, новолуние тоже в вашем 11-м доме. Венера, она приоткрывает дверцу. Знаете, как будто бы дверь, окошечко открывает, кто там? Потом вы с ней разговариваете, говорите, говорите, я солнышко. И 21-го числа она говорит, солнышко, все документы проверила, ты реально, солнышко, заходи. Заходи куда? В новую лучшую жизнь. 11-й дом – это водолей, это эра водолея, эпоха водолея. То есть Венера будет вам проверка, это такой у вас пограничник девушка. Она проверит все ваши документы, готовы ли вы к переходу в эру водолея, готовы, проходите. То есть вам нужно будет представиться, представиться, предоставить документы. 20-го января вы представились, говорите, я солнышко, я овен, солнце мной управляет, солнце во мне экзальтирует, я вообще солнце, это разве не видно? И 21-го, да, вам дают добро. Тут действительно может быть выдано добро, вот как ангел словно вас благословляет. Ты готова к новому времени, ты готова к этой диджитализации, уронизации, компьютеризации, объединению, глобализации, душевности, миротворчеству, альтруизму. Все люди – братья и сестры, нет чужих детей, нет войны, пацифизм, мир во всем мире – это все 11-й дом. То есть если вы такой человек, светлый, добрый, чистый ангелочек, ничего, что вы иногда одеваете шкурку дьявола, так нужно. Но вот здесь все-таки овен, ну вам можно, да, вот вот рога нацепить, вам можно такую вот шубку, такую бараничью тоже можно, но вы же знаете, кто вы на самом деле, да, и почему вы это делаете. Да, вы готовы пробить любые двери, лбом просто вышибить рогами, но здесь вы довольно-таки дипломатично, поговорив по любви, с любовью. Венера – это любовь, то есть вы научаетесь говорить не вышибать головой, да, препятствия, а разговаривать по-любовно-дипломатично красиво. Вас одобрили, сказали, да, вы подходите для нового времени. Несмотря на то, что вашим знакомствам Диака управляет Марс, экзальтирует Солнце, то есть управляет вашим знакомствам Диака война, но тем не менее вы солнечно экзальтируете, то есть вы ярко светитесь, как солнышко, поэтому по Венере, с любовью, по любви, когда вы действуете, вы, конечно же, продвигаетесь в новое время. Новое время наступает медленно, конечно, ребята, с боем, но верно, уже никуда не деться. Все равно этот переход осуществится в Ару-Вадалле. Конечно, не все, но у вас здесь вы первый, то есть спрашивают с вас первый, это как будто вы первый человек, который приходит сдавать экзамен, вот это вы, потом будут за вами смотреть и другие брать с вас пример, главным образом, пример смелости, да, то есть пример Овна, это пример смелости. Так, что по деньгам, спросите вы, потому что сколько можно эти высокие материи. Давайте все-таки еще расскажу, что по поводу полетов и перелетов, да, вот здесь вы можете получить документы, билеты взять на самолет, но летать на самолетах в январе нельзя. Я бы вообще сказала, полностью весь январь нельзя. Самый опаснейший день, 23 января, в году всего два дня наиболее опасных для полетов на самолетах. Это дни разворота урана, плюс-минус несколько дней. 23 января, это первый такой день, потом еще будет 29 августа аж. То есть 23 января, плюс-минус несколько дней, категорически красным написано, нет, стоп, никто не летает. Также опасный день для полетов, это 18 и 12 января, но в 23 особенно опасные. После 23, лучше после 27, то есть в 23 еще 3-4, сколько получится дней, протяните, если у вас есть такая возможность, если вы вообще куда-то будете лететь. Если вы куда-нибудь не летите, это, конечно, не про вас. В таком случае, если вы планируете планировать просто на бумаге писать планы, ну тоже лучше в конце месяца, или вы планируете работать в интернете, тоже лучше уже после 23 января. Финансы, то есть то, что я хотела вам сказать, у вас будет больше денег уже после 23 января, потому что уран был ретро в вашем втором денежном доме, он вам тормозил приход денег. После 23 января денег станет больше. После 27 января вы уходите в духовность, в развитие. Кто-то занимается медитацией, аутотренингом, занимаетесь психическим здоровьем, психологически развиваетесь, культура психологическая у вас повышается. Может быть, вы находите красивого психолога, которому начинаете ходить на консультацию, либо вы сами становитесь таким красивым психологом. А все почему? А все потому, что Венера в рыбах. Венера в рыбах — это про то, что вы красиво, мелодично проявляете себя в жизни. У вас может быть мелодичный голос, вы психотерапевт. Может быть, вы играете на музыкальном инструменте и поете. Дети искусства, рисуете картины. То есть вы как сирена, вы как русалочка, вы и поете, и танцуете, может быть. Привлекаете, завлекаете, успокаиваете, гармонизируете людей, люди засыпают под ваш голос, либо под ваше пение, либо под вашу музыку. Один в том том молитв, поэтому такой вот, как в церкви, когда читаются, то есть читают, постоянно говорят, рассказывают о чьи наши, так далее, так далее. То есть вот это вот такое может быть у вас. То есть гипнотизируете, притягиваете духовностью, музыкальностью, гармоничностью, психологичностью, нежностью, плавностью, волнительностью, волнообразностью своей. В общем, вы прекрасны. Ещё что хочу сказать, 22 января у нас начинается Новый год по китайскому, восточному календарю. Это год кролика или котика, кому как больше нравится. Поэтому желаю вам журчать и мурчать, мурлыкивать и убаюкивать, быть нежными, быть ласковыми, быть любимыми и любящими. Кстати, ещё скажу, что Венера во льве, ой, Венера, видите, не сразу сказала, Венера во льве будет в 2023 году дольше всего, и она будет ретроградна, и там же чёрная луна будет. То есть вам не нужно быть фурией агрессивной, кошатиной, бешеной, вот там Демра сказала, что лев. Нет, вам нужно быть нежной кошечкой. Возможно, вам придётся, чтобы стать нежной кошечкой, вам придётся пройти путь от бешеного льва до нежного котёнка, а ещё лучше, если у вас удастся совместить эти две роли, маленького нежного котёночка и агрессивного чёрного льва, потому что жизнь чёрно-белая. Нужно просто правильно выбирать, в какой позиции, когда выступать. Если на вас ребята нападают с ножом, то вам не нужно быть котёнком. А если к вам с любовью и скрытым сердцем, то мурлыкайте, мяукайте и баюкайте, и будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заказывайте свой личный гороскоп и пишите добрые, светлые, кошачьи комментарии. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok